Так, еще сделайте так, чтобы у вас вверху пространство исчезло, а голова поднялась кверху. Вот так, во, во. Что именно вам Сергей рассказал? Я хочу узнать, какие у вас сведения в данный момент? Я смотрел видеоролик, ваш Сергей, и вы, значит, предложили, кто может помочь распространить книги ваши по библиотекам. Да, потому что в этом году пошло не так, как мы думали. Машина сломалась, и нам пришлось срочно менять маршрут. Но мы по Европе прошли, а в России мы не успели начать работать. Она трижды сломалась. А вы все не встречались на крышенетке? Мы, когда вернулись, я сделал ролик маленький, в котором объяснил, где что и лежит, и как делать. Вы это смотрели? Нет. Ну, надо найти. Это в Калужской области. Сергей, что я вам показал, это Калужская область. Что именно, когда приедете, как раскладывать книги, как привозить, как что говорить, что брать с собой, сколько там, все подробно сделано. Игнать Иванович, он говорит, что на Берсеневке я с вами встречался. На Берсеневке? Да, на Берсеневке я пять книг у вас приобрел. Ну, вот видите как, я мог забыть даже. Ага. Михаил. Ну, вот какое дело. Какие ваши возможности? Значит, у меня возможности очень маленькие. У меня машины нету. Я Сергею предложил по городу Ступино, я уже с библиотекой договорился, с центральной, в Ступино. Пашковская область. Ну да, а кто машину даст? У знакомых, у друзей. Так, машина какая у нас была. Сначала, вот посмотрите, что мы приобрели. Это, ну, по нашей области, там может быть по-другому. Газель Нижнего Новгорода. Она берет груз в общей сложности по почти 900 килограмм. Ну, мы брали так 750. Берет она одновременно до 7 человек. Но нам больше трех не надо. С нами собака была еще. То есть, вы примерно уже прикидываете, как. Потому что один экземпляр, это 36 книг, в среднем где-то около 30 килограмм. Мы брали с собой 25. Ну, 25 легко понять, сколько это. 20 это 600 килограмм, 3х26. Около 700 килограмм, меньше. Но еще дополнительно мы там брали Евангелие. Они там же лежат. Журналы «Русский дом». Очень хороший журнал. Они разложены. Ими сколько? Номеров по 10. А между ними бумажки лежат. Кроме того, отдельно пригласительные в библиотеку. В вашей библиотеке, в нашей библиотеке. Находятся книги Владимира Игнатия Ивановича, православного проповедника. Столько-то, что вы можете опять приходить. Дальше наши данные. Данные телефона. Все открыто. И отдельно визитки наши, на которых сайт, форум, там, про детский лагерь. Вопрос. То есть, об Ютубе все сказано. Это вот мы оставляем обычно где-то по 50. Они оформлены очень хорошо, красиво. Мы нагрузились. Берем область какую. Допустим, мы пошли. Было до этого, что у нас? Краснодар. Первым делом мы едем в областную. Приезжаем, мы говорим. Мне было попроще, потому что... Вам сейчас хорошо слышно, нет? Хорошо слышно. Можно вас перебить чуть-чуть? Я извлекаюсь. Перебить можно вас? Давайте, бейте. Перебить. Извините, пожалуйста. У вас не то слово. У меня возможности очень маленькие. Я отец-одиночка. Машины нет. Я Сергею Козлову предложил 6-8 районов Московской области. Всего лишь. А какая машина? Машину возьму у друзей и у знакомых. Я еще не договорился. Какая машина именно? Машина. У нас была грузопассажирская газель. Ну, машину я возьму. Я только могу охватить 6 или 8 районов юга Московской области. Ну, 6 и 8 это уже что-то. 6 и 8 это... Ну, это у нас там примерно на 100 с лишним библиотек. На 100 с лишним. Мы это все сделали бы примерно за полтора месяца. Мы каждую неделю загружаемся 25 экземпляров. По 30 килограмм. Это по 2 коробки на каждую библиотеку. И выезжаем у нас карта областью. По московской тут проще. Потому что мои книги находятся в библиотеке имени Ленина. В исторической, прямо в Москве. И парламентской. То есть центральной библиотеке страны. Теперь легко на них ссылаться. Но у меня-то документы на руках были. А вам просто приходится на слово сказать. Я им открываю документы. Они смотрят. О, это такие люди подписались. Там полнейшее доверие. Потому что сейчас, года 4 назад, принято решение, видимо, на высоком уровне, чтобы никакие экстремистские книги не попадали. Ну, туда попадают экстремистские. Какие? Ваххабитские там. А наши... Они сразу раз туда в каталог-то. В интернете. Там нет наших книг. Нет, о, ну, значит, ваши книги не попадают. Ну, это приходится как-то вроде бы неприятно, что нас каким-то ваххабитам, ну, они проверяют и нет. Ну, такой порядок. Тут надо соглашаться, не ерепеницы. Ну, а дальше мы раскладываем книги и показываем. Вот о чем книги? Вот вам нужно будет записать. Я об этом не говорил. Вот, допустим, 20-й том. Записывайте. Это 30 томов открытым оком называется книги. Открытым оком. Ну, теперь будет не 30, а 28, потому что кончились. Всего тысячи экземпляров, а уже к концу дело идет. Вот. 20-й том. Это мои приватные беседы на дому с Александром Менем. Это человек очень известный. И бесед от них нигде нету. А кроме того указано, откуда они взяты, аудио. Кто желает, они на нашем сайте. Вот это что всплывает-то? Да не трогайте ничего. А может закрыть? Закройте. Закройте, да и все. Закройте, да и все. Вот. Да там. Еще. На что указать. Допустим, 2-й том. Запишите. Это, когда они начинают, а вы не баптисты, вы не сектанты, там, ну, как обычно, это все супер православные, это. 20-й том, это противосектантская. 2-й том. 2-й том. 2-й том. 2-й. Это что значит против? Не там против, нет ничего. Вот как они, допустим, говорят, почему они не признают там прославление Божьей Матери? Как отвечать должен православный? Они все в таком лояльном духе, но и вывернуться никуда нельзя. Почему мы считаем, что нужно обязательно священству? А не так, что ты будь у нас пастором. И там говорит православный внизу, это баптист, допустим, и отвечает православный. То есть вы должны примерно хотя бы знать. 11-й том, 11-й, желтый, 12 томов, открытым оком, они в мягком переплете, а с 13-го по 30-й в твердом. Так вот, 11-й том, это старое брящество. Там ни нападок, ничего нету, а просто раскрывается история эта, как все произошло, самое хорошее, что у них есть, показывается, и как мы можем этим воспользоваться. Как мы можем быть полезными друг для друга. Отдельно том, 18-й. 18-й том, это мусульманство. 18-й мусульманство. Разбирается Коран по сурам и аятам, весь Коран. В сравнении с Библией, там выдержки подряд идут, вот Коран и в кавычки. И дальше, что об этом говорит Библия? Это очень богатый материал, капитальнейший, как называют это энциклопедии целые. 26-й том. Это тоже надо хотя бы кратко сказать, когда бываете. 26-й том заранее предупредить на руку, журналистам, писателям не давать. Они сразу уводят ее. 26-й том, это 300 поэтов России, что сказали за 300 лет по отдельным вопросам. Не просто книжка поэзии, а именно по вопросам. Допустим, какое участие эти поэты России приняли в подготовке революции? Ни один писатель ответить не может. У меня указано, студенты задают вопрос, это я в университетах отвечал. И значит, на каждый вопрос, там вопрос в книге, дальше мой ответ такой коротенький. И дальше 6 поэтов. Максимилиан Волошин сказал его стихотворение, и что об этом Библия говорит. Дальше, что об этом сказал, допустим, Проханов. Туда и дальше, что Вяземский сказал, то-то и то-то. Что Пушкин сказал. И после каждого, или перед ним, выдержка из Библии. Это 6 поэтов по разным эпохам, и как они там говорили об этом. Это очень богатый, интересный материал. Просто богатейший. Это я проворачивал 20 тысяч файлов, отвечая на вопросы. Это просто невероятно. Но Бог сделал так. Я не стыжусь говорить, что я воспользовался таким материалом в сыром виде Евгения Евтушенко. Я его лично не знаю, а взял он сам поэт, и потом многое взял. Я посмотрел, материал подходящий. Но они у него не разложены. Просто он берет, как книги, печатает, там, Высоцки и стихи его. И тут же фотографии поэтов. Кто сколько жил, какое время. Мало того, отдельно и биографии даются. 26-й том. А в основном, везде вопросы и ответы. Я отвечаю в книгах на 4124 вопроса. 4124. Что за вопросы, по какой теме? Вы зайдите на наш сайт. Просто зарядите сайт Игнатий Лапкин. По-русски. В Google или в Яндекс. Это к истине 1, славянскими буквами этими, латынскими, к истине 1, точка, ну, 3W, точка, к истине 1, точка, народ, точка, ру. Я знаком с Вашим сайтом. Вот, смотрели. И вот на сайте, там справа вопросы и ответы разбиты на 55 папок. Тематика. Патриархия отдельно. Литература, политика, дети, искусство, то есть работа, здоровье. Ну, 55 параметров. И выставлены одни вопросы. Вопросы из разного тома, указаны какой том. В него ткнул и сразу раскрывается, то есть отсылка на сайт. Очень удобно. В книгах сложнее искать, потому что там найдешь. Потом мне как вопросы в университетах задавали по радио. Я так и отвечал. А вопрос бывает политика, экономика, социология. А тут они поградуированы. Очень удобно. Это им показать. Вот, которые там около книг лежат, вот эти визитки-то. Их взять с собой. Ну, примерно так отсчитать. Не все забирать, чтобы другим досталось. И пригласительную библиотеку. Не было отказа ни одного за все время. А это худо-бедно. Ну, где-то 470-480 библиотек стран мира и в России. Мы берем сначала центральный город, а потом по районам едем. Были отказы. Приедешь, не надо ничего. Не знаю, ну, то есть совершенно люди некомпетентные и не нуждаются. Почему? А нам тут Хабарда привезли, нам попало. Я говорю, а сейчас как? Ну, а потом сказали, они не вредные. Позвонили, мы теперь их приняли. То есть, ну, наемники. А другие, так это вы, это мы столько слышали. Выстраиваются, всех позвонили. Не торопитесь, мы сейчас начинаем звонить. Там приближенные библиотеки, какое-то там районное. Там полный зал. И я тут же выступаю и срываемся. Мы в день даже проходили по 5 районов. Карта должна быть по районным центрам. Ну, это наша работа. Говорят, а какое же тут свидетельство? Самое настоящее полновесное. Если я поговорил и ушел, ничего не оставил, ничего и нету. А вот и Кирилл и Мефодий говорили. Если нету у них азбуки написанного, говорят, это его велами на воде писать. Мы оставляем книги. Это отдельный трехтомник Нового Завета. Толкование блаженного фефилакта. Там вы видели, какие книги. Они в библиотеке у Путина. Да. Я вам даю сейчас, прям по скайпу. Можно же сразу, Елена Анатолиевна, дать-то? Улица Сельская, дом 14. Калужская область, Бабынинский район, село Кумовское. Правильно. Значит, нужно навигатор. Чтобы навигатор показал, как ехать. Это с трассы съезжать, и там не скоро найдешь. Чтобы навигатор показал, где свернуть. Вы знаете навигатор? Знаю, да. У шоферов, чтобы... Тем более, если у вас там он есть, это не за границей. Там, кого там, центр России. Вот, к нему позвонить, подъехать к воротам. Он откроет. Конечно, желательно приехать рано утром, чтобы вы успели зарядиться и забрать. Он откроет этот контейнер. Большой морской контейнер. Ключ у него... Там электричество проведено внутри. Когда откроете, вот так для себя картину рисуете, вы только зашли, и перед глазами у вас пачка книги. Пачка это 8 книг, 10 или 6. Пачки разные, потому что в разных типографиях печатали. Вот. Приходится потом распечатать. Но, так как вы придете первый, уже все упаковано направо. И на ящике, на коробке написан номер 2 и номер 1. Коробки, коробки. Надо с собой взять... Там есть веревочки, и может быть еще взять, с других книг стянуть там, с этих... В пачках которых книги находятся. В пачках-то книг по 8, по 10, а нам по одной надо составить комплект из этих книг. Вот в первый, номер 1, коробка. В него входит трехтомник Нового Завета. Дома гляньте у себя. Красная. Симфония. На них канонические книги, такого коричневого цвета. Симфония. К истинному православию. Такого же цвета. И для слова Божия нет уз. Это, как заходишь, они слева, начинаются книги. А потом идут по порядку. Том 1, 2, 3, они уже разложены. 30 томов. Но первого тома нету. Второй кончается. Кончается, не беда. Второй, третий распечатывай. Бумага в какой-то отдельной там мешки. В мешке, а потом они сжигают. Хозяин сожжет. Веревочки оставлять. Которая чисто не порванная бумага, а обложка. Ее сворачивайте, там увидите, как она может сгодиться потом. И дальше, ну раз они разложены, вам нужно брать сколько? Вы говорите 10. Конечно, маловато. Ну, 10 тоже 10, это уже что-то. Вы берете 10 первых, номер 1. И между ними маленький разрыв. И на коробке написано двойка. Два. 1 и 2 в совокупности составляет один экземпляр для одной библиотеки. Номер 1, это до 12 тома. Ну, с первого по 12 том мягкий переплет. А во второй, с 13, с зеленого и до последнего 30. Поэтому коробочка маленькая, вторая побольше чуть. Ее видно сразу. Нигде коробки не оставлять. Раскладывать на столе. Мы, скажем, коробки должны брать для перегруза. Они уже по размеру. А вы видите, где-то будут новые такие попадаться. Берите, в магазине бывает выбрасывают. Но одна коробка там стоит большая, с тремя перевязями. Там первый и второй номер. То есть полностью весь комплект. Вы увидите. И еще отдельно такая стоит с маленьким ящиком. Сама коробка большая, но не вошло маленькое. Ну, можно развернуть и посмотреть. Это книги. Как книгам я на Сергея Козлова посылал бланк. Какой бланк? Мы можем и на вас его выслать. Его надо всерокопировать. На каждую библиотеку это два. Один им, один нам. Они расписываются и нам отдают. Там перечень книг идет и их обещания. Мы обещаемся хранить книги, чтобы читатели могли ими всегда пользоваться свободно. Все, больше ничего нет. Бесплатно, печать, до свидания. И что могли сказать. И кроме того, положите им на стол пригласительный в их библиотеку. Это очень важно. В их библиотеку, чтобы люди приходили и знали, что есть такие книги, о чем они. И телефоны, и все там указано. Тут тайного ничего нет. Мы все открыто работаем. Ну, тем более, в центральных библиотеках всех европейских стран. До королевских библиотек дошли, как в Дании, в Риме. Папам римским подарили, Венедикту, Франциску. В Лиссабоне были нынче мы. В Испании, Франции. То есть, где только возможно. Я следил за вашей повесткой. Ну, вот видите, как там в Афинах были. В прошлом году прошли Германия, Румыния, Венгрия, Австрия. То есть, если бы машина нынче не сломалась, мы бы еще там были. И в половине августа мы закончили. У нас опыт очень большой. Мы знаем, как переезжать, сколько времени потратить. Заправляемся быстрее. У нас очень быстро. Кто деньги платит, уже машина трогается, уже на ходу садимся. Мы очень активно работали. Но Господь усмотрел. Я в этом вижу то, чтобы другим дать возможность, таким, как вы. Вы это должны смотреть для себя, как особый шанс перед Богом. Не быть бесплодными. Книги вам писать не надо. Они уже написаны. Вот. Дальше, как работать, показано. Сопроводительные документы мы даем. Но дальше эту часть мы не можем выполнить. Никак не можем выполнить. Нам ехать туда и обратно, это 7 тысяч километров. Тысяч! На нашей машине, уральские города, все это. Нам нужны тамошние волонтеры. Ну, а вы, когда будете работать, у вас навык будет. Уже 5 пройдете библиотеку, если благополучно. У вас сразу появятся другие мысли. Вот выезжая из какого-то села, мы сразу молимся. В машине едем, это 3 святое и 100 поклонов. Вот в день мы, значит, 5 мест, и мы 5 раз на молитве. Это 7 минут. Ну, мы молимся. Было время, мы останавливались. Где-то. А потом мы просто в машине молились. Там времени у нас не было. Где останавливаться? Мы уже опыт имели. Мы останавливались где-то в лесополосах. Нас трое. Мы с собой имели, что там. Иногда готовили, а иногда никакой нет. Мы пили сырую воду, по всей Европе никто не заболел. У нас просто святая вода. У нас охраняла собака. То есть мы очень подготовленные были. Очень сильно. Ну, вы, может быть, что-то лучшее у вас будет. Побыли там сколько? Вернулись домой. Это же ваша область московская. В начале мы выезжали по одному экземпляру, по нашему краю. Заправлялись, возвращались. На следующее воскресенье, по воскресеньям. А потом, вы видите, хватили Владивосток, находка. Вот куда ушли. Мы полностью прошли Алтайский край. Это 64 района. Новосибирскую область, Кемеровскую, Томскую, Красноярский край. Это по районам и все прошли. Это Ставрополье, Краснодар. Там еще, кроме Ставрополя, там еще что-то. Ростов-на-Дону, Ростовская область. И дальше 6 мусульманских республик, Дагестан, Ингушетия, Чечня. Это все прошли. Ну и Южные республики, Азербайджан и прочее. Вы сами смотрите. Мы сказали, где начинаем Московская область, Воронежская. И кверху мы не тронули. Мы решили сверху с Мурманска начать. Дойти до Баренца моря. Но Господь решил по-другому. Мы это приняли как от Бога. Мы не стали ломиться. Тут нашлись доброходы такие. Давайте вроде машину где-то оставьте. А мы сейчас новые вам покупаем. Какие люди. И тогда вы на новой машине, на иномарке пойдете. Это, я говорю, не пойдет так. Мы машину нашу должны пригнать домой. Нам ее подправили на заводе в Ростове, в Нижнем Новгороде. Похорошо. Даже накормили нас бесплатно. И там должна у них статья быть. Корреспонденты пришли. Мы дали большую рекламу. Нештатный менеджер для этого. Представьте. От Владивостока до Лиссабона. Какая машина-то? Это же не иномарка. И мы показали. Она может работать. Я к ней очень с уважительным словом относился. Белая лебедушка звал ее. Ну, вставное, которое внутри сломалось, это заводу не принадлежит. Это компонент Ульяновской области. Они поставляют. Шестеренка лопнула привода подачи. Это в самом моторе. Ну, а потом распредкоробка передач скоростей. Ну, не так. Да еще осталось. Теперь вентилятор не отказал работать. Ну, то есть, болты, говорится, не крутят, а молотком забивают. Это умеют работать-то, но я просто говорю, как есть. Мне почему-то все нравится свое. Говорят, правители наши должны работать на отечественных машинах. Они никак не пересаживаются. А меня, наоборот, на эту не пересадишь. Мы прошли где-то, ну, может, 115 тысяч километров. Это летние месяца за 7 месяцев с половиной, допустим. Это цифра внушительная довольно, учитывая, какая техника. Нам обошлось нынешне это все на эти эвакуаторы. Больше 100 тысяч за эвакуаторы только заплатили. Ну, Господь давал добрых помощников. И мы... Хватило на горючее, мы вернулись. Значит, по делу теперь. Вы будете туда, вот, проиграете это все. Коробки надо будет вернуть. Если вы больше не поедете на 10, коробки вернуть на место. Иначе, кто следующий приедет, у него ничего не будет. Имейте в виду, какие коробки именно, замерьте их. Если вы достанете новый, там, скотч рядом, это уже тоже будет помощь. И у вас будет опыт. Небольшой, но опыт. Вот. Сколько вы сможете в день проходить? Допустим, ну, по две библиотеки в день, три библиотеки. Вначале-то мы по одной проходили, а потом у нас пошло по пять. По пять. Но это было непросто. Мы иногда приезжали в воскресные дни, библиотека закрыта. Мы начинаем вас спрашивать, где живет библиотекарь. К нему, его нету. Мы созваниваемся, находим помощника через него. Ну, то есть, мы разные варианты искали. Мы очень капитально работаем, потому что оставляем, книги. Мы уезжаем, там идет работа. И люди берут книги прям при нас. Священники даже обижались. У нас там лежит Феофан Затворник. Никто не берет. Игнатия Брянчанинова. Игнатия Лапкина берут. Что он выше? Я говорю, не выше. Но я пользуюсь этими же святыми отцами-то. Но у меня книги, они с сегодняшнего дня. Не надо это забывать. Я отвечаю на самые злободневные вопросы. Перед студентами. Я во всех отделах милиции, там, в 7 отделах, по радио, в воинских частях. То есть, я работал не по за углам. Там, там, по телевидению, за границей, там, в Вашингтоне, где выступал. И я, у меня, ну, нарушенный слух. И потом записки шли в письменном виде. Я на них отвечал. А дома попросили, дайте, чтобы другие-то могли читать. Я теперь подробно отвечаю. И получилось так, что из меня сделали издатели книг. За 9 лет я 38 книг вот издал. Не думал ничего. Меня как-то все время надо толкать. Я переплесчик-реставратор. Раз с книгами вожусь. Новые книги бывают издали. Вот я был в Нью-Йорке. А корошек нет. А я реставратор, мне нужды нет. Я их переслал сюда и взял. Они не хуже их. Я вручную переплетаю. Вручную, старинным методом. Около 3 тысяч томов переплел. Это огромнейшее число. И поэтому, когда я говорю о чем-то, я все подворачиваю к тому, что надо распространять знания. Знания. Господь говорит, исследуйте Писание. Я сознательно сам обратился. А теперь, когда мы выставили YouTube, ролик, а вы это визитки-то увидите, там, на которых крещение-то идет, люди заходят. Это большая помощь этому. Дело в том, что наши книги, они пользуются спросом не у православных только, но и у протестантов. Православные там из себя выходят. Но они находят для себя полезное-то. Но ты сидишь, дуешься. А что из этого дуешься-то? А через книги пришло сколько протестантов, и они стали православными батюшками в патриархии. Что тебе еще доказывать? Яков говорит, покажи веру твою без дел твоих. А я покажу тебе из дел моих. Да ты вот сектантами там то другое. Ну и что? Это прямое повеление Божие. Идите по всему миру. Но это не надо смотреть. Надо смотреть на результат. А результат такой, что Дух Святой трудится. Дает помощников, как Сергей Козлов. Это вообще уникальнейший человек. Ну вот какие вопросы тут будут возникать, когда уже книги-то у вас на руках будут. Так прям в Москве, а не надо в Москву ехать. Я сказал вам, какие библиотеки имеют. Библиотека именно Ленина. Это центральная библиотека страны. Эти документы можно прислать, что в библиотеке Ленина имеются они? Ну как прислать-то? Не могу я оригинал отдать, во-первых, и прислать не могу. Не оригинал, а ксерокопию. Ксерокопию-то можно. Что ж не дать-то? Ксерокопию я могу сделать. Мы надо подумать, как я дать документам вам выслать. Там его расширить и снять. По интернету как-то можно. Но вы, когда будете по Московской области, проще всего. Они были такие, что там набирают сразу, а те сразу отвечают. Это же, ну, головное управление. Им очень легко. Они смотрят. Конечно, на руках, когда с печатью документ, весомые довольно. Другие, да мы не знаем, да как. А я тогда показываю. Смотрите, ваша центральная библиотека Томска. Там научная библиотека. Вот Новосибирская. Там центральная библиотека детская Новосибирская. О, тут сразу они. Их буквально разворачивает книгам. И начинают уже относиться по-другому. Что потребуется, ну, на центральной я могу сделать. А на все-то, ну, представь, 600. Да, на одну, на одну из Ленинской библиотеки. Да, это мы можем. Но одни ставят круглую печать, другие библиотечную. Ну, то есть мы не можем претендовать на что-то. А у нас другой скажет, нету. Ну, нету, нету, давай. Я ни перед кем не отчитываюсь. Я имею право это. Мне помогали люди. Которые финансировали издание книг. Я им показываю. Это достаточно. Что я книги, я книги, эти деньги не истратил на себя. А сегодня издать это огромная-огромная стоимость. Вот у меня в интернете выставлено 4 книги, которые не изданы. Моих стихов. Моих. У меня написано 3467 стихотворений. Запишите себе цифру. 3467 стихотворений. По 9 куплетов каждая. И у всех эпиграф библейский. И иные стихи напротив каждой строчки указано место Библии, откуда взята мысль. 36 раз надо Библию открыть. Ну, то есть таких стихов нет. Они просто никому не подражают. Из них около 80 положены на музыку. Они поются. Их можно прямо в интернете прослушать. Нам есть что показать конкретно. Вот начинают спрашивать о воспитании детей. Воспитание детей для них отдельное. Это четвертый том. Отдельно там все по детям. Третий том это как образовать общины. Исследовать слово Божие. То есть они по определенной тематике в начале были. А потом как издавать начал, как мне вопросы задают, я в таком порядке их и ставил. Уже не ставил их по тематике. Потом на сайте я их разнесу по 55 папок. 55. Ну, вот вопросы какие у вас? По детям, кстати, вопрос можно. Как объяснить ребенку, что в компьютере играть вредно? Ребенку объяснить? Это все сказано. Это надо просто посмотреть компьютерные игры. Ему объяснять не надо. Надо уничтожить и все. Он не поймет. Он уже на игле висит. А оказывается, я плохо то слышу. Что? Колонки-то вон где. Позови Лену, чтобы сняла поближе ко мне. Я слышу. Нормально вроде. Лену, поставь их мне сюда, если можно. Он у меня. Я не захватил даже свой аппарат слушать. Я слышу. О! Спасибо, Христос. Объяснять ему не надо. Это не дается. Люди, которые составляли их, если он верующий, вы ему легко объясните. У них задача развратить людей. И ты тратишь время, ты ничему не научаешься. У меня были такие. Ребенка прислали 12 лет. А у него мир ограничен рамкой монитора. Он не понимает, что там стреляет он, побеждает, а в мире это не так. И девочка кащается на тарзанке, на столике залезть, а потом на веревке она летит. И он кричит, а ей 7 лет, 6 лет, ты дай мне эту, на которую палку садиться-то, а веревка между ног идет. Она отпускает, она вылетает, он не поймет, как она из монитора вылетит. Она его полбу бьет, он с ног долой. Он совершенно одержимый. В 12 лет он бабушке звонит, бабушка, я научился первое есть. Я 42 года начальник детского лагеря православного. И вот 2 года уже включил то, что дети, которые играют на компьютерных играх, в лагере не принимаются. Я должен их проверить сначала. А они падают на службе в обморок. Это не я их делаю такими. Как полотно белое, упал. Мы его вынесли, заходим. Занания сапира свалилась. Ее только вынесли, третий упал. Третий выносим, первый сидит, глазами хлопают, уже нормальный. А сельский храм у нас открытый, сквозняк. Ну, прохладно. Стал разбирать все игроки. Большинство компьютерных программистов одержимы демоном. Это международные уже данные идут. Программисты. Но если он верующий, делает для Бога, это по-другому рассматривается. А большинство, да. Именно так. Я работаю с компьютером. Вот книги-то набор делал сам. Версткой занимался сам. Только первые книги мне помогли. Я провел за компьютером за 9 лет больше 30 тысяч часов. Прикиньте эту цифру. 30 тысяч. Это в среднем получается вместе с выходными, суббота, воскресенье по 14 часов, круговую на 9 лет. И книги вышли. А книги-то не просто книги. Вы видели по 752 страницы. Это капитальнейший труд. Я делал это для Бога. И поэтому даром отдаю. Никому не понятно, а зачем вы это делаете. Вот когда вас будут спрашивать, вы ответьте моими словами. Скажите, автор ответил так. У нас лозунг висит. Россия должна встать. Россия должна встать. Не в хвосте плестись. Я для этого даю. Почему? Дальше отвечаю. Мой народ и моя страна в грозной опасности исчезновения. Мой народ и моя страна в грозной опасности. Это ни для кого не секрет. А я с этим не согласен. И поэтому в грозной опасности исчезновения. Мой народ и моя страна. Ну, поставлена задача истребления. Маргарет Тэтчер сказала. 15 миллионов. Комитет 300 о чем решает. Это открыто говорит Георгий. Владимир Георгиевич ездит везде. Выступает против пьянства. Жданов. Жданов. Профессор Жданов. Он открыто прям книгу показывает и выступает. Я не согласен с этим. Поэтому по мере сил тружусь и показываю. Мы можем стать. Мы можем быть другими. Мы можем противостать сатане. Но это возможно только со Христом в Духе Святом. Из Библии. Вот то, что я делаю. Я не просто это даю. А я уверен, что книги обладают оживотворяющим действием. Если книги попадают в тюрьму, они их прочитывают на несколько раз. Я этих людей встречал, которые изменили образ жизни. А почему? А я пишу то, что сам испытал. Я в пяти тюрьмах отбывал. За Слово Божие. И потом мое слово воспринимается не так, как пришел батюшка, поговорил, помазал. А они меня принимают за своего. Я каторжник. Отец Кирилл Сахаров, там на Берсеневке-то, мне задал вопрос. Но вот вы находите как-то общий язык со всеми. Там сектанты, католики, мусульмане, буддисты. У меня со всеми находится, как они слушают. Почему? А вот музычка, которого убили, Александр Билл. А вы нашли бы с ним общий язык? Я говорю, я даже искать не стал бы, потому что это я. Я готовился быть террористом. Мне не надо искать. Мы братья родные с ним. Но он пошел тем путем, которым я шел бы, если бы не встретил Христа. Поэтому я бы ему рассказал, как твоего двойник. А его убили. Надели наручники, два выстрела в сердце. Они его боялись, как огня. Но он шел-то таким путем, что он нахлебался греха от около 20 российских военнослужащих на его совести. БТР там танк подбивал. Награду имел от Дудаева. Он всем поперек стоял. И поэтому это я. Это мой путь, к чему я готовился. И поэтому моя благодарность до небес, что меня Бог избрал и дал мне это. И я людям отдаю, чтобы они любили Бога, любили друг друга. Книги об этом. Тем более, если я говорю о детях, я знаю, о чем говорю. 42 года я начальник детского лагеря. Без помощи государства. Тысячи детей поднятых. Я всегда говорю, в любом государстве я сидел бы рядом с президентом. Притом наших детей признают как патриоты Родины. Если в армию служат, никогда под дедовщину не попадают. Они послушные, исполнительные. Ни разводов, ничего нет. Это находка для любого президента, что такие граждане у него в стране есть. Это все в книгах показано. Я не пойму, отчего так светло меня. А если еще уберу, совсем светло будет. Да еще белое пятно. Лена права. Вам меня плохо видно? Нет, хорошо. Вот там, наверное, из окна света идет, солнышко. Ага. Ну вот он попадает, я не могу больше закрыть никак. Попробую еще маленько прикрыть. Протяну это так. Ихнатий Тихонович. По поводу себя, вот на Берсеневке вы сказали, я вам рассказывал, что я 15 лет назад был, как не крещен, обливанец. Да, да, слава. Обливание крещен. Я же потом на него причащался, исповедовался. Так это все как недействительно, то, что я причащался. Все действительно. Причащался, исповедовался. К нам приезжают священники, архимандриты, которые служат, пастрархийные. И они принимают крещение, уезжают и дальше служат. Это никакого отношения не имеет. То само собой. По вашей вере. Но тогда, когда вы узнали, как должно быть, как родиться свыше, поэтому вопросов нет. Вы должны принять. Другого варианта нет. А он один вариант. Почему? Евнух и Филипп оба сошли в воду. Все. И крещение переводится в баптизанты. В греческом языке только погружение. Отец Кирилл Сахаров это понимает. Но моченых и он побоится крестить, его сразу сметут. А мы не относимся к патриархии. По сегодняшний день еще цепляемся за зарубежную церковь. И поэтому они ничего с нами сделать не могут. А когда узнают, приезжают и тайно крестятся. Вот сейчас материал будет о крещении. Он уже у Сергея должен сегодня-завтра выставлен быть. Вот две недели назад у нас было крещение. Четыре человека. И вы посмотрите как. Такой красоты лишили людей. Как идет у нас крестный ход с хоругами, с иконами. Какой экзамен людям. Как они в воду. Священник в воде стоит. Ну как вот на нашей визитке-то где. Это красота. Сознательность. Служение Христу. Мы не должны страшиться слова православный. Потому что то, что сегодня нам показывают, это не православие. Православие это красота. Это исполнение заповедей Божьих. Это мужество. Это целомудрие. Все заложено здесь. Это всеохватность. Это не узость сектантская. Нам скажут, а баптисты крестят взрослых. И мы крестим взрослых. Ну верующих, у которых дети есть. Крестятся вместе с ними. Весь дом. Я и весь дом. У нас шире понятие. А адвентисты 7-го нам говорят, а мы чтим в субботу. Ну правильное дело, эти чтите. Но только это ветхозаветнее. Она указывала на новозаветнее. На воскресение Христово. Я это доказываю. И мы чтим в субботу, воскресение. Это первоапостольская церковь так и делала. Ну в субботу там работает все. Но мы знаем, это седьмой день. Почему? Потому что ныне другое творение. Господь говорит, творю все новое. И почил от всех дел своих. Когда? Когда воскрес из мертвых. Воскрес. Он проповедовал в преисподней. Его труд там был. И теперь суббота ветхозаветнее указывала на воскресение. А они этого не понимают. Иеговисты там, а мы, Иегова, это мы, Иегова, признаем его. Это наш Бог, который послал сына своего. В Библии восемь раз говорится Иегова. И семь тысяч раз под именем Господь. Перевод такой сделан. Слово Иегова встречается около семи с половиной тысяч раз в Библии. Иегова, то есть сущий Господь. Яхва его там, правильно, это Яхва. Яхва. Это Феофан Затворник говорит. Так что нас ничем не удивишь. У нас все есть. Перед нами они не могут возвышать это. А один говорит, вот вы нападаете православное на Лапкина-то. А его, говорит, очень уважают протестанты в Америке, говорит. Хотя он их, говорит, и в пух, и в прах разносит. Понятно? То есть совесть подсказывает, что здесь я не ищу своего. И я их люблю по-настоящему. Они хорошие люди. Но они вне церкви, потому что нет рукоположенного пастерства. Я говорю, не нравятся православные дети католикам. Мне нравятся дети Григориана, Армянам. Ну, получите два епископа. Первый, колпажите всех, и вы будете церковью. Я иду самым простым путем. А можно ли, нет, у нас вот икон не будет. Ну, и нет, и не надо икон. Только не хулите. Это не идолы. Божья Матерь и Почтатель. Ну, не хулите ее. У нее не было детей. Она преблагословенная. Мы должны найти золотую середину. А не так вот, чтобы священник обязательный, Петрахиль имел. Она ему не нужна. Да, это полотенце было у Терасси. Они даже не понимают, что это означает. На рукавнике. Ну, и без нарукавников служит. Но только чтобы он имел истинное рукоположение от апостольских времен. Но это я уже зашел далеко. Слушай вопросы ваши. Еще вопрос про... Вот при царе царская казна батюшкам, священникам, выделяла 5 рублей в год на табак. Я такое читал. Это правда? Не встречал такого. А по-моему, это старобрядцы придумали. Чтобы уколоть новообрядцев, которых они называют никаньянами. Не было. Да, они получали, как в Греции сейчас. Это тоже не ухотильный табак был. Нет. Нигде не встречал. Я специально много лет занимался так, как Андрей Кураев не занимался даже. Иначе он меня не назвал самым выдающимся миссионером современности. В аудитории, в эфире распространил это Андрей Кураев. Хотя я себя таким не считаю. Но не надо придумывать. Царь курил. Царь Николай курил. И с папиросами так и расстрелян был. Он сам за себя отвечает. Но кому-то давать отдельно на табак, я не знаю, даже вообще не слыхал нигде. Нигде. Это... Один батюшка сказал, где-то он читал. Где он читал? Пусть покажет. Хорошо, я спрашиваю. Неплохо. Пусть покажет. Какое-то... Обязательно было какое-то указание под номером. Каким, в каком году. Не просто так. И я, чтобы мог проверить в Ленинскую библиотеку, сходите, проверьте. Но я думаю, что это стопроцентная ложь от старообрядцев идет. Я против табака. Я, чтобы не подумали, что я табак защищаю. Я не курю. Да я то, вот, ты сами знаете, я так грешно, я бросаю. У нас написано везде, при въезде в деревню, написано, на территории деревни курить запрещается. На территории деревни, ни в доме, нигде. И со всех сторон, где у нас дороги в деревню, написано, курить запрещается на территории деревни. Это 12 лет жизни отрезает. Дальше. Это демонская кадильница, как Ян Кронштадтский говорил. А отдельно к истинному православию там написано табакокурение. Вот где надо читать. В моей книге. Я что, ну вот я хочу бросить эту мерзость, я бросаю, но вот до конца не получается. А это страха Божия нет. Представьте, этими устами причащаться, этими устами Христа прославлять, и спускать дым. Да вы что, в уме? Это даже говорить не надо. Даже говорить об этом не надо. Говорить не надо. Я считаю, это настолько страшно постыдно, и даже подумать нельзя. У вас христианский образ с бородой. А курить, что это дает? Во-первых, зачем? Выхлопной трубы на затылке нету. В природе этого нету, жечь табак. А зачем? Незачем. Дьявол любит разложение предмета, любого. И он на уровне разложения дыма, адской дыма, ему нужен глотать. Но тебе-то зачем? Отравляешь легкие. 12 лет жизни. А еще перед этим ты будешь на карачках 12 лет ползать. Вот и все. Я бросаю, знаете, Кирилл. Сейчас мне не подбираю, я курить не буду. А что вы бросаете и тут же подбираете? Это не бросаю. Вы скажете, я бросил, когда 3 года пройдет, вам сделается отвратительно мерзко. Стань перед Богом и помолись, Господи. Тебе угодно, что твой храм, я храм. Вы тело имеете свое. Тело-то у вас есть, я вижу плечи, все. Господь говорит, тело наше храм Божий. И в храме дым этот стоит. Ну нормально это? В храме Божьем. Я понимаю, что это ненормально. Да не только ненормально, богохульно это. Просто богохульно. Это ненормально. Это мерзость, я это понимаю. Я помолюсь сегодня, чтобы все это ушло решительно навсегда. Понимаете? Если вы курящие, я откажусь от вас, как от работника. Чтоб к моим книгам даже не прикасались. Бог найдет другого, несмердящего, адским пламенем. Я разговариваю на полном серьезе и очень строго. Значит, вы сейчас же выбросите их, сожжете, не прикасаетесь. Не можете бросить, значит, между нами ничего нет. Просто вы курите, а мы трудимся. Вы помолитесь? Я обязательно молиться буду. Я бы уже сказал. Разговора даже нет. Вы очень нужный человек. Вы знаете, что переводится Михаил как? Два слова запишите. Три слова. Никто, как Бог. Михаил. Ил Бог. Никто, как Бог. То есть равного Богу нету. Да как нету, когда сатана внутри живет. Адский пламень изрыгаете, как змей Горыныч, дымом. Отравляете воздух. Вы уже испорчены. И очень серьезно. Вы должны серьезное покаяние принести, чтобы причащались, будучи в этом богомерзком состоянии. Если вы не бросите, я попрошу не прикасаться к этому святому делу благовестия. Вам Бог это открывает. Вы желаете. И представьте, вас увидят по усам желтые усы. Или вы где-то закурили. Скажут, вот это у вас православные благовестники. Вы мне нехорошую услугу сделаете. Это не мне, это вы себе делаете. Я это делаю для Бога. Моего Бога. Моего любимого Бога. А любить-то что? Другое дело, ты толстый. Я бы стал говорить, лишние килограммы сбрось. Да я вот люблю пельмени. Я уговаривал бы тебя. А тут чего уговаривать-то? Когда ты куришь и сплевываешь, сплевываешь. То есть ты плевал на это дело. Тебе противно это. Но сатана тебя заставляет. Ты не сам это делаешь. Потому что это губишь свое здоровье. Отвратительный запах. Пассивные курильщики, все находящиеся в комнате. Перечислять даже невозможно. 96 компонентов, которые вредны для человека. Это все уже разобрано. Разные стромцы, и там все находится. Никак, Михаил. Никто как Бог. И Он тебе поможет. Если первый раз загрузишься и перекуришь, значит, мы закрыты друг другу. Только коробки вернуть. Никакой долгосрочной программы пока у нас нет. Я ни в коем случае не буду прикасаться к вашим книгам, если ты выберешь. Да, мы договорились. Потому что это не мое. Это не мои книги. Они мне не принадлежат. Вот сейчас скажут, а никто вам не поможет, а книги там пропадут. Они не мои. Я их уже отдал Богу. Который дал мне их. Который наставил меня. И поэтому я не просто даю, а даю с большой радостью. Мы только за два года подарили на 7 миллионов 150 тысяч. Запишите себе. За два летних сезона мы подарили, 13-12 год, на 7 миллионов 150 тысяч. Это чего-то стоит? Так я еще заложил 50 лет интеллекта туда. Я весь там. Весь. И 9 лет непрерывной работы. Зрение полностью посадил. Почему? Я знаю исцеляющую силу этих книг. Они написаны в пророческом духе. Никому не угождают. Ни патриарху никому. Так говорит Бог и все. Как пророк Иеремия. У меня ни одного слова не написано, чтобы кто-то меня цензором был. У меня цензор. Моя совесть и Бог. Эти книги необычны во всех отношениях. И в первую очередь тем, что они без пригляда написаны. Нравятся президентам, кому, масонам. Меня это совершенно не касается. Я это делаю во имя моего Бога. Согласно Слову Божию. У вас там кто-то рядом есть еще? Это сын мой. Ага. 7 лет, Тимофей. А я вас не вижу. Ну я не знаю. Почему-то исчезла или чего. Ну ладно. Тут уже. Так, вопросы. Ну вопросы. А когда вам с вами связаться-то? Значит так. По телефону. Вы сначала все это проиграете. И когда будете там, оттуда по телефону, только расчет такой на телефон, чтобы не больше двух минут говорить. Обязательно должен быть навигатор. У нас с хозяином мы расстались. Очень хорошие отношения установились. Да у нас везде так. Это от нас зависит. Мы все время молимся. Мы будем молиться. Так. По скайпу найти меня можно здесь. В деревне больше нигде не работает. Так, как здесь. Ну вот. Такое удаленное место. А у них тут все-таки стационар. И они нам дают. Вот такую возможность. А по телефону, допустим, вы доехали, там, ну, хотя бы пару слов хозяину сказать, чтобы он поверил, что вы. Вы наберете меня по телефону. И я скажу, скажу, передайте телефон Владимиру. Чтобы он-то поверил, что вы не с улицы пришли. Не обманщик. Потому что книги слишком дорого стоят. Мы оставили у него больше, чем на 2 миллиона. И он придет. Так, когда вы закончите, если у вас бы не было книг, каждому, кто работает, я дарю полный комплект. И там еще есть журналы. Проверьте все. Журналы «Русский дом». «Русский дом». То для каждой библиотеки примерно 10 журналов. Там между ними лежит прокладочка. А одной стороной журнал, а потом другой. То кверху названиями, то вниз. Вот вы поедете, допустим, на 10 библиотек, 10 возьмите. Но мне желательно было бы, чтобы эти журналы давали в центральные библиотеки. Поэтому вы одни возьмите для себя, а для остальных пока не надо. Кто-то поедет в Калужскую область, выше, Смоленская, Витебская. И они будут брать. В центральной библиотеке. Это хороший патриарший журнал. По благосостоянию патриарха Алексея II. И там статья про нас. В третьем номере. В третьем номере за этот год. Статья о нас. На трех страницах. Я писал ее в интернете, на сайте журнала. Да, там 10 фотографий. Так, еще вопросы есть? Нет, Игнатий Тихонович, пока нету. Я думаю, что... Так, определенная щетка. Мы заходим в 7 часов по Москве в понедельник. В понедельник. В понедельник на Сергеем. И вы на него выходите, и вы будете там рядом. То есть, ну рядом. Он поставит вас. Понял. То есть, в каком бы месте вы ни находились, он вас поставит. И мы можем говорить. А если что-то срочное, вот нужно именно вам по скайпу, то только сюда и выходить. А в какое время? Ну вот, пока дома хозяйка, это в 10... 10, наверное, самое удобное время. То есть, по Москве в 7. В любое время. В любое время, она говорит. В любое, да. Вот видишь как. Вообще щедрость какая для нас. Вот. А вот это определенно назначено. Там Андрусенко Александр заходит. Он очень хороший. Он еще только узнал про нас. Слово не говоря, 200 тысяч скинул. Поэтому мы были снабжены. У вас на что поедете бензин, я ничего дать не могу. Ну я беру на себя. Да. Мы брали всегда все на себя. Все годы мы брали. Сами. У меня полностью 100% пенсия туда уходила. Я не могу снять все расходы на бензины. Да. Ну посмотрите. То есть мы не можем. Во-первых, хотя разные пересылки. А потом мне деньги были даны. И я вернулся. Что осталось? Я буквально через день все раздал. Кто больше всего нуждается. У меня все время как-то люди попадаются, которые очень нуждаются. Кто-то бывает переездом, откуда-то. Ну то есть такие вот. Болящие. У меня ничего нету. То есть я бы рад был, но сам я уже туда не поеду. И вот будете работать и обязательно ищите соратников. Именно машина должна быть. Именно вот столько набирать. И желательно по разным областям работать, чтобы друг об друга не спотыкаться. А то только одни выехали, другие приедете. Это нехорошее впечатление создастся. Скажите, я беру Московскую область. Вот по ней теперь курсирую вдоль и поперек. Баражирую. А другой, я пойду на Мурманскую область. Другой станет Петербургская. Ну вот и хорошо. У меня возможности ограничены. Я с сыном живу вдвоем. Я отец-одиночка. Ну ничего. Сделайте так, чтобы сын без вас не был покинутый. Только с ним я могу. Вы с ним поедете вместе? Да. Ну вот видите как. Теперь, когда будете выносить из машины, чтобы машина была запертая. Нигде сын. Одного его не оставлять. Для него должно быть питание определенное. Вы это все имейте в виду. Я с детьми знаю, знаю. Это мой... Это... Он, я его вижу, он готов. Он готов уже в мой лагерь. Был бы здесь, он у меня был. Он бы научился... Все умел бы делать. И стряпать. И коров доить. И плавать. И все, что хочешь. Я вижу ребенка. Из компьютерной игры, если играет, выйти немедленно. И не прикасаться ни под каким видом. Попросить у отчитки, у священника отчитки. Прям настоящие отчитки, как на бесноватого. Вы еще не осознаете, какая страшная опасность. Я с такими встречался и говорил. И понимаю. Под разными видами. Ну вот он учится, вроде программа такая. Ничего этого нет. Он не... Скажи, он учится пчеловодству. Нет. Он узнает там такие области ботаники. Нет. Ему это не надо. Ему нужно пах-пах-пух-пух. Вот так, дорогой. У меня единственная просьба, помолитесь, чтобы эту мерзость я бросил. Я говорю... Я ее ненавижу. Я сейчас, с сегодняшнего дня, ежедневно, у меня семикратная молитва в день. Я семь раз в день буду молиться и ночью вспоминать вас. Чтобы Бог избавил вас от этой гадости. Но как Бог будет избавлять? Я не знаю. Но если я начинаю молиться, вы ждите, что вам мало не покажется. Спасибо, Христа. Спасибо. Я грешный, я только понятен. Вы смотрите. Губы свои измеряйте, какая у них толщина будет. Господь что-то будет делать такое, что вам отвратительно все будет. У меня эти случаи уже были. То у него что-то с губами не так, то что-то. Я не могу папиросы взять. Все полетит из рук. И вы скажете, что же я делал-то? У вас должно быть истинное покаяние. Ты гробил, убивал, разрушал храм Божий. Ты под гневом Божьим. Бог говорит, я накажу, кто разрушает мой храм. Не оставлю без наказания. Он мне враг. Это храм тебе не принадлежит, тело твое. А без легких не может работать этот храм. Мозги затуманенные. И что я говорю, это так. Десятую долю не ухватишь. Итак, до свидания. Отхожу. С Богом. На красный, Николай. Так. С Богом. Выключайте. На красный, Николай.